Первое поселение на территории села появилось в конце 17 века. Об этом поселении до настоящего времени ходят легенды. Если верить им, то это поселение было небольшим, всего 3-5 семей. Где-то в середине 18 века несколько семей отделились и перебрались туда, где земля была более плодородной и ровной, возле озера, богатого рыбой. Нового поселения было названо Щучье, так как в озере водилось много щуки. Население села Щучье постепенно росло, расширялась площадь обрабатываемой земли, увеличивалось поголовье скота. Расположено оно на правом берегу реки Дон, в 25 километрах от города Лиски. Село Щучье основано у Щучьего Затона, в начале 18 века вольными казаками, украинцами. Село Щучье входило в состав Острогорского уезда и принадлежало помещикам Станкевичем, затем Вульфертом. Суммируя все данные, можно нарисовать такую картину. Самое первое поселение действительно возникло на некотором удалении от Дона. Основали его в 1704 году вольные казаки, украинцы. Приходили они сюда на землю, принадлежавшую помещикам Тевишовым. На первых порах Тевишовы давали крестьянам льготы, что их сюда очень привлекало. В Щучьем даже говорили, шли сюда потому, что за паном жить легче. Но это была иллюзия. Тевишовы давали крестьянам врасти в землю, чтобы потом их закабалить и превратить в крепостных. В середине 19 века Щучье принадлежала наследнице Тевишовых, помещице Вульферт. После отмены крепостного права здесь были выступления крестьян, которые отказывались принять навязываемую им уставную грамоту, которая ущемляла интересы крестьян при выходе их из крепостной зависимости. Земский исправник вызвал две роты солдат для усмирения непокорных. В селе учинили зверскую расправу над крестьянами, которых избивали розгами и палками. Очевидцы говорили, что место расправы было залито кровью, а избиение подвергали всех без разбора, даже 80-летних стариков. В 1900 году в Щучьем имелось одно общественное здание, земская школа, две лавки и трактир. В 1902 году крестьяне села делали потравы на землях помещиков. В 1915 году они потребовали от помещицы Вульферт сдавать сенокос в аренду по сниженной цене. Как выяснилось потом, в селе побывали солдаты одной воинской части. Это они и подсказали крестьянам заявить о своих требованиях помещицы. После хлебопашцы говорили, что солдаты голове ум дали. 23 октября 1929 года в селе Щучье образовался небольшой колхоз Красный Дон. Уроженцем села Щучье является герой Советского Союза Василий Михайлович Виневитин, отличившийся в бою у озера Хасан в 1938 году и погибший смертью храбрых на высоте Безымянной, где он остановил Красное Знамя. В июле 1942 года по январь 1943 года советскими войсками удерживался Щучинский плацдарм. 6 августа 1950 года колхозы из Щучинского сельсовета объединились в один колхоз, получивший название Тихий Дон. В 1959 году началась электрификация села, начали строить школу. Население 1900 года составляло 1752 человека, 1926 года – 2352 человека, 2007 года – 968 человек, 2011 года – 1026 человек. Начало 90-х годов ознаменовалось сменой общественной и экономической формации. Страна перешла на путь капиталистического развития. Жизнь населения резко ухудшилась, колхозники стали нерегулярно получать зарплату. Жилые дома, на постройку которых ушли десятки тысяч рублей, стали объектом приватизации, то есть отдавались за бесценок. За последние 10 лет в колхозе не было построено ни животноводческого помещения, сократилось похоловье скота. Все отрасли стали убыточными, техника почти не ремонтировалась, цены на электроэнергию, ГСМ повышались, из-за этого не убирался полностью урожай. В 2002 году колхозники сдали свои земельные паи в аренду на 10 лет инвестору. Образовались новые предприятия – ООО «Эконива Агро» с 2004 года и «Тиходонская Нива». Основным видом деятельности «Эконива Агро» является растеневодство и животноводство, оказание услуг по уборке урожая сельскохозяйственным предприятиям, жизненный потенциал населения улучшился. В настоящее время в Щучьем имеется молочный комплекс, средняя школа, клуб, музей, фельдшерско-акушерский пункт, почтовое отделение, а также был восстановлен храм. Каменный храм в селе Щучье был построен в 1881 году, был закрыт в 30-е годы XX века, а в 50-е годы был разрушен. В 2011 году началось восстановление храма. Уже с 3 сентября 2011 года состоялась закладка камня в основании будущего храма, который совершил митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий. 14 января 2013 года было совершено освящение девяти куполов для будущего храма, чьим освящение куполов совершил митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий, которому сослужили секретарь гиперхиального управления протеиерей А. Андрей Скакалин и благочин Лискинского церковного округа протеиерей Василий Вылоск. После окончания чина освящения куполов владыка-митрополит поздравил с этим событием жителей села. В августе 2016 года на стоятельном храма Рождества Пресвятой Богородицы села Щучье был назначен священник Александр Дубина. Продолжение следует...